Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы поговорим о пустых баночках, а точнее о продуктах, которые уже закончились. На самом деле в последнее время у меня просто обострилось чувство какого-то активного потребления и пустые баночки стали все быстрее и быстрее накапливаться. На этот раз мне удалось собрать вот такое вот количество пустышек и сейчас я вам расскажу про каждую из них. С особой скорбью я сегодня отпускаю в мусорник вот такой вот бальзам после эпиляции от фирмы Evelyn. Прям лучшая находка, которая у меня была, потому что он идет с охлаждающим эффектом и особенно если у вас чувствительная кожа и всегда раздражение после бритья, это прям must have. Сейчас нашла аналог Faberlic, в общем-то как нравится, но этот все-таки более питательный, насыщенный был. Не знаю замедляет ли он рост волос, но идеально успокаивает кожу, прям это точно. Дальше от Faberlic у меня закончился вот такой вот шампунь и маска для волос. Это серия Salon с гиалуроновой кислотой. Честно, вот это можно даже не покупать и не смотреть его в сторону. Это просто средство для мытья посуды, не больше. Мне лично вообще не подошло, делает мои волосы жесткими. Они вообще не расчесываются, я не знаю кому это подходит. Маска, кстати, мне понравилась намного больше. Это как будто продукты с разной планеты. Я не знаю почему они выходят в одной из серий. В общем, маленький лайфхак от меня. Если вы блондинка и заморачиваетесь с тем, чтобы у вас не было желтизны, такой как у меня сейчас на волосах. Но хорошие бальзамы, тонирующие вот эти вот синие, по типу концепт, они стоят дорого. И для того, чтобы сэкономить, вам нужно взять банку какой-то недорогой маски для волос увлажняющей и добавить туда немножечко вот этого вот бальзама синего. И расход как минимум будет в три раза меньше. И волосы не так быстро убьете, потому что все эти тонирующие средства изрядно так подсушивают волосы. Дальше, к теме о волосах. У меня закончился вот такой вот шампунь от Pantene. Господи, кривые руки. Яркий цвет и защита от повреждения для окрашенных волос. Честно, мне кажется, не лучший вариант, потому что вымывает все-таки тонирование быстрее, чем обычно. Для целей сохранения цвета, мне кажется, больше подойдет вот такая вот вещь от Evelyn. Это точно прям очень бережно. К Pantene периодически возвращаюсь, потому что нравится текстура и нравится запах. И, к сожалению, пустая банка у меня остается от кондиционера для волос от Giovanni. Сто тысяч раз вам ее показывала. Мне кажется, она вам уже надоела. Ну, на самом деле, это то, чем я с удовольствием пользуюсь. Это то, что мне подходит. Это то, что любят мои волосы. В общем, советую. Много слов о нем сказано. Я думаю, сейчас не будем это все повторять. Кстати, купила еще один такой же, еще и маску в придачу. По iHerb у меня здесь 100 миллионов вот таких вот миниатюрок с Petal Fresh. Тоже сто раз показывала. Это у меня шампунь, гель для душа, еще один шампунь. Если вам все-таки нравятся их составы, советую присмотреться именно к линейке с вот такой вот розой. Потому что, ну, лаванда вообще прям не очень, от слова никак. Так, в целом, не буду покупать полноразмерки, не особо меня впечатлило. Буду присматриваться, наверное, к Giovanni там уже. Закончился у меня вот такой вот пробник пенки для умывания от Yves Rocher, которая их линейки Hydra Vegetal. Получила ее в подарок к какому-то заказу. По-моему, я брала там автозагар. Да-да-да, точно. И они мне дали вот попробовать, кстати, очень даже такие достойные миниатюрка. Здесь 30 мл хватило мне ее надолго, учитывая, что это очень концентрированная вещь. Честно, мне слегка подсушивало и подтягивало. И очень уж долго его нужно смывать. Там, конечно, концентрат еще конкретный. Дальше закончилось. У меня вот такое вот масло шеи. Я покупала его в Египте. Очень оно мне понравилось, потому что по консистенции оно было как взбитые сливки. Такие прям с пузырьками воздуха. Идет без отдушки, хорошо распределяется по коже, быстро впитывается, отлично ее наполняет. Еще от Ив Роше закончился у меня вот такой вот гель для душа. Их рождественская линейка с яблоком. Первое, что меня впечатлило, здесь пишут, что состав без парабенов и формула на 98% состоит из ингредиентов натурального происхождения. Вот честно, читая вот так бегло очень состав, мне не особо верится. И все мы знаем, что Ив Роше обычно любит приукрашивать это все. Дальше мы возвращаемся к iHerb. И у меня закончилась здоровенная банка с рыбьим жиром омега-3. Тоже 100 миллионов раз показывала ее. Это мой фаворит. Это то, что позволяет мне не так быстро терять волосы, как обычно. Когда это прям все клочками на расчески из-за осветления. Я на этот раз заказала себе витаминки для волос, ногтей и кожи. Пока еще толком не определилась со своим мнением, но обязательно это все вам расскажу чуть попозже. Опять же, прежде чем принимать всякие активные вещества, бады и витамины, обязательно консультируемся с доктором. Закончилась, к сожалению, моя любовь и единственный крем после фармоны, в который я практически сразу влюбилась. Это фирма Awino. Это вообще солнцезащитный какой-то там крем увлажняющий. Он мне настолько сильно подошел, что даже клиник к нему не подровнялся, к сожалению. И теперь я жду, когда у меня закончится эта здоровенная бадья клиник, которая напитана с силиконом. И в составе один силикон, чтобы вернуться к вот этому более органическому продукту. Очень увлажняющая легкая формула, которая сразу же впитывается. И на нее без проблем ложится любой тональник, ничего не скатывается. В общем, советую всем. Дальше показываю, конечно же, вам мицеллярную воду. Как же без нее, это не вея. Их новая мицеллярная вода, которая якобы насыщает кислородом. Но вы помните, что я говорила в покупках, что в принципе это то же самое, что и старое, только в новом дизайне. Пробовала я переходить обратно на гайерниер, но что-то она мне щипит глаза. Чувствую, буду возвращаться к невее. И последние два продукта, которые у меня уже закончились, это антиперспирант от Rexona. И вот такой вот крем для рук, ванильный сорбет, который называется. И продается это все только в Ватсонс. В общем, честно скажу, он мне очень понравился. Я уже себе толстым слоем его накладывала на кожу. Но как бы ничего не происходило, все быстро впитывалось. И опять сухая кожа. Вот я не знаю, что это за состав такой и почему его ест моя кожа, непонятно. По поводу дезика, очень стандартный. Я люблю вот такие вот нейтральные запахи. По поводу эффекта. Для меня почему-то он не работал в каких-то особо стрессовых ситуациях. Или когда я пила больше двух чашек кофе в день. Меня начинает тогда, конечно, жестко штормить. Я прям опустим эти все подробности. На этом все. Моя корзинка уже пустая. Самое время избавляться от этого лишнего хлама. И, конечно же, накупать себе новую косметику. Вам огромное спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока! Продолжение следует...